Друзья, здравствуйте еще раз. Только что закончился финал по Старкрафту, чемпионат России по компьютерному спорту 2021 год. Как вы понимаете, я... Нет, не я. Скиллоу содержал победу в финале. 3-0. Поздравляем тебя. Спасибо. Ты был достаточно уверенным, таким дерзким, я бы даже сказал. Вышел, сказал 3-0. Почему? Ну, я смотрел личную встречу вашу, но... Ну, я вроде послематчевом интервью сказал то, что... Ну, я просто все был уверен. Плюс я понимал то, что у меня некоторые... Ну, соответственно, устойчивость в некоторых ситуациях лучше. Соответственно, даже если Коу что-то такое предпримет, у меня, в принципе, в первой игре была достаточно плохая ситуация. Я там сделал некоторые, скажем, тактические ошибки в том плане, то, что я боялся, что Коу в теории может драковки сыграть однобазовых, что-то типа того. И за это робо поставил. Если бы я не ставил робо, поставил, например, два гита, было бы отбиваться проще, наверное. Но вот все равно, тем не менее, даже из плохой ситуации я смог вытащить. И я понимал, что после первой игры, скорее всего, все будет хорошо. Ну да, после победы в такой ситуации очень сложно вернуться. Как стоило на месте Коу реализовывать свое преимущество после той первой успешной атаки, когда минус 20 рабочих было? Нексус ставить и в макро переходить, мне кажется, у меня все хорошо было бы. Я этого и боялся. Я просто в один момент Сталкера одного вывел, чтобы посмотреть. Думаю, поставил, ну, просто разведывать. У меня не было никаких других опций разведки. Соответственно, я увидел Лексус, увидел то, что он с моей на пробок перевел, понимал, ну все, у меня все замечательно. Я там как бы пробочек очень аккуратно, ну, в целом, хорошо это реализовал, аккуратненько и подстраивал. Подстраивал юнитов и там газы раскачивал, все раскачивал. Вот, а в итоге смог нивелировать это преимущество. Так, хорошо. Призовой, приз за первое место 250, кажется, да? Да. Ну, так, да. Я посмотрел, что ты за свою карьеру, по официальным данным, выиграл порядка там 25 тысяч, да? 25-30, наверное, где-то так, я не считаю, если честно. Где-то так. Ну, я понимаю, что, скорее всего, ты деньги-то никуда не тратишь? Да. Ну, твоя задача в Старкрафте какая? То есть, средства ты откладываешь, ты их никуда не тратишь, задача не денежная на данный момент, или заработок средств входит в... Ну, мне с текущим уровнем всегда хватит на... Ну, если вот именно, мы говорим, когда я играю, мне хватит на жизнь, ну, так что, да, в принципе, деньги меня не особо интересуют. Вот, за вот эту штуку я бы играл. Вот, то есть, мне было непринципиально, как бы, деньги, вот, вот эта штука, в принципе, медалька тоже клевая. О, медалька симпатичная. Можно... Ой, вообще класс, с логотипом первое место, приятно очень. Хорошо, следующий турнир, на котором ты будешь, DreamHack, да, из самых крупных продолжаешь играть? Да, я играю в DreamHack, я, к сожалению, не квальнулся там на парочку турниров, которые были, но там очень... Топ-16 мира всего, ну, только 16 лотов на весь мир, так что было очень сложно. Плюс я был не очень хорош в форме, потому что у меня там был некоторый... Ну, сложно было играть какое-то время, вот. Ну, сейчас у меня все нормализировалось, я набрал неплохую форму, вот, буду делать упор на DreamHack'ах и на следующих турнирах, которые будут крупные, общемировые. Я бы хотел провести параллель по сцене с Warcraft'ом, ну, с текущим Warcraft'ом. Сколько сейчас в мире, ну, если мы делим азиатов и не азиатов, процент игроков в топ-16? И тех, и других. Ну, то есть, мы берем, там, корейцев, если есть китайцы, и все остальные. Сколько тех, сколько тех, в топ-16? Ну, китайцев мало, то есть, сильных китайцев особо нет. Ну, тайм, единственное, он такой, не очень сильный на данный момент. В целом, у нас просто суть в том, что у нас есть Клем, Рейнер, Сэрл. Все. Они, типа, очень сильные, они просто, ну, они на равных или лучше корейцев. Есть куча корейцев. Средние корейцы очень сильные и, скорее, сильнее, чем средние европейцы. Расклад примерно такой. Так, шеб-склад 3, плюс много корейцев, сук. Ну, вот, как раз-таки на топ-16, наверное, можно раскидать. И чуть-чуть, и вот там уже дальше европейцы и корейцы более средние идут. А ты себя где-то разместишь в этом числе? Ну, если не топ-16, то в топ-32 или как? Ну, я думаю, что в Европе я где-то топ-16 в среднем. То есть могу выше, могу, может быть, чуть ниже. Вот. А в общем, мировой, ну, наверное, да, топ-32. А есть ли у тебя какой-нибудь товарищ, типа наставника, который поопытнее или человек, который тебе помогает советам? Ну, конкретно у меня наставника нет. Я, ну, у меня много друзей в Стокрафте. Вот. Например, украинский Протс Хеллрейзер, ну, по сути, тоже один из топовых игроков СНГ. Вот мы с ним часто как-то обсуждаем, какие-то стратегии обсуждаем, советуемся, как играть с теми или иными оппонентами. Так что, конечно, таких хватает. Но какого-то конкретного наставника, какого-то тренера, который у меня был, у меня, к сожалению, нет. Мне бы хотелось очень, чтобы такой человек был, чтобы вот репки мои смотрел, все там какие-то более тонкие моменты подмечал. Но, к сожалению, такого нет и возможности нет. То есть, если я бы узнал такого игрока и такую личность, которая могла бы мне с этим помочь, я бы его, наверное, даже нанял. Вот. Но таких я не знаю. Просто в Варкрафте есть довольно успешная практика, когда человек примерно твоего возраста, я говорю о Фоге, с правильным подходом, слушая там советы, там, с тренером со своим. Он там за год, за два спрогрессировал так, что умудрился с корейцами воевать. Ну да, очень хотелось бы такого, потому что я понимаю, что многого не вижу, ну, потому что человек, в первую очередь, как бы, и все-таки глаз замыливается, и, ну, и много других факторов, соответственно, такого человека не хватает. Но, как бы, я не могу просить игроков, которые тоже, которые играют, да, ну, это должен быть именно игрок, я не знаю, ну, грубо говоря, любитель, который просто очень хорошо понимает, но я таких не знаю, к сожалению. Ну, в общем, если кто-то там откликнется, знайте, что можно и что-то полезное сделать, и даже заработать, получается. Хорошо. Твои планы не турнирные, но хотя, скорее всего, у тебя, я помню, из прошлого интервью, ты будешь работать над тем, чтобы повышать уровень игры в первую очередь? Нет, я сейчас играю DreamHack, я хотел в Москву съездить, просто, ну, отвлечься немножечко, там, с друзьями погулять, вот, ну, и потом, наверное, буду уже к следующему DreamHack уготовиться, как это закончится. Вот, ну, конечно, да, хотелось бы побольше путешествовать, ну, конечно, мое любимое, это когда Ланы какие-то есть, и можно путешествовать на Ланы, да, но вот, такая возможность не очень часто предстает, но, может быть, летом что-то и будет. Ну, что ж, напоследок, что хочешь, скажи, благодарность, там, всем, кому хочешь. Ну, конечно, огромная благодарность моей команде, которая конкретно на этом турнире не помогала, но помогает мне в течение года, огромное спасибо ее главному спонсору, я не думаю, что я могу его называть. Твич? Не-не-не, ставки на спорт, вот это. Да не, ну, у нас там нормально все. Ну, огромное спасибо 1xBet за то, что они спонсируют мою команду и меня, вот, конечно, огромное спасибо всем, болельщикам, фанатам, кто за мной следит, кто поддерживает, пишет в чатике, смотрит мои стримы, смотрит мой YouTube канал, ролики мои, поддерживает, пишет комментарии, вот, конечно, спасибо большое семье моей, которая смотрит меня, это тоже поддерживает, вот, ну, всем огромное спасибо, в принципе. Спасибо большое тебе, поздравляем еще раз с победой, красава! Спасибо!